Данное видео обращено к тем, кто интересуется Ушу, а конкретно стилем Синь Цуань и тем проблемам, которые сталкиваются все практикующие. Касается это вопроса перемещения. Все знают классический шаг, кто занимается практикой Синь Цуань, который вылетает каким-то образом. И вот так. И соответственно, когда мы делаем некую форму, мы делаем, например, вот это. Используем длинный шаг, так называемый холдом. Проблема всех людей, которые пытаются при помощи этого спарринговать, о том, что они постоянно запаздывают. То есть, если человек занимается обычным боксом, он знает этот челнок, он как бы работает, он достаточно уверенно движется. И он опережает человека, который привык двигаться вот так. И тут начинаются траблы с тем, что это все не рабочая херня, что это все не работает и так далее и тому подобное. На чем бы я хотел бы с вами сосредоточиться? Как и любая штука в ушу, она имеет несколько смысла. И эта работа, она прежде всего связана не только с ногами, но и еще с коротчем. Как ни странно, в семье существует свой челнок. И челнок начинается не так, как вовсе, когда мы прыгаем и делаем некую штуку. Челнок выглядит вот таким вот образом. Хоп, 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 хоп. То есть, мы начинаем оживлять вот эту часть нашу. И теперь смотрите. Хоп, хоп. Если нам надо шагнуть вперед, мы делаем вот это. Если нам надо шагнуть назад, мы раскачиваем сидел вот это. Вот наша работа. И тогда само действие, оно становится немножко живее. Затем мы действие начинаем собирать, выводить его. И то, что казалось нам на уровне ног очень глупым и тупым, потому что мы действовали только стопами, тут же оказывается более живым, как только мы начинаем включать вот эту часть. Вот от этой части зависит наш челнок. Вот с этой частью мы и работаем. Как это применяется? Достаточно просто и в то же время практично. Живой? Калашников. Еще раз. Я. Осторожно. Смотри, что происходит. Я делаю вот такую штуку. Я его вывожу и втягиваю в себя. Действую я вот отсюда. Раз. Вот он вытягивается. И вот на это вытягивание я втыкаю действие. Здесь у меня вторая рука. И когда происходит первое действие, я сокращаю его. А потом вот этим же действием я ввожу второе. Действие очень узкое. И вот здесь вот существует еще одно отличие от общепринятой формы. Мы используем скручивание вот здесь. Не плечи. И вот эти узкие движения позволяют нам работать более экономично по сравнению с теми, кто привык размахиваться на уровне плеча. Но объективно это очень долгая и нужная работа. И научиться вот этому гораздо проще. И спасибо, что вы выделили внимание нашим размышлизмам. Субтитры создавал DimaTorzok